всем привет дорогие друзья сегодня у нас очередное видео показа украшений продолжение предыдущего видео которое мы с вами посмотрели это видео в котором я показала начало того что я как бы вы видели покупала в магазине в один из моих заходов я вам показывала снимала то что я находила там и сегодня продолжение много чего я там купила вот вам такая легкая легкая затравочка того что мы с вами сегодня будем рассматривать я надеюсь что вы останетесь со мной и вам будет интересно это как раз то самое видео где я нашла брошь вроде бы dior которую я вам тоже покажу в конце этого видео я не собралась еще мне нужно поехать в торонто магазин dior наверное для того чтобы показать им спросить если это настоящая брошь если они мне ответят на самом деле да кто у меня впервые я живу в канаде покупая украшение винтажных вернее винтажных благотворительных магазинах и показываю с ценами в канадских долларов под тем ценам которые я купила так давайте начнем рассматривать украшение я даже не знаю с чего начать потому что здесь у меня все очень такое оно интересное ну что ж давайте начнем с этого зажима так зажим для одежды который использовался в разных вариантах его можно использовать чтобы застегнуть жакет кардиган можно на воротничок рубашки вещь конечно винтажная сейчас просто такие уже в общем то и не производят стоил он как вы видите 4 доллара маркировок я на нем никаких не нашла хотя сейчас вместе с вами рассмотрим давайте снимем с этикетки и рассмотрим как же он выглядит очень милая вещь прекрасные жемчужинки здесь вот такие вот два интересных элемента на которые собственно за которые и застегивается сам вот этот вот зажим приятные жемчужинки в центре вот такой центральный элемент жемчужинкой и золотыми крапанами в которых он вставлен и обратная сторона это вот такие те самые зажимы крокодильчики такие вот такие на них нету никаких маркировок во всяком случае я не нашла давайте рассмотрим нет по-моему ничего нет ну здесь тоже жемчужинка кстати маленькая но такие вещи они бывает что маркировались потому что их все делали бренды из более знаменитые менее знаменитые но в общем очень милая штука интересно симпатичная очень редко встречающиеся потому что сделали как-то не очень много как-то не я не знаю ли они были очень популярны но встречаю я их магазинах не часто хотя попадаются вот такая брошь великолепная красотка за 4 доллара она не маркирована поэтому я не могу сказать ее происхождение но я думаю что на винтажные по застежке потому что застежка вот такая плечики это была мода я вам сейчас покажу видите это была мода шестидесятых семидесятых скорее всего она из этих годов маркировок никаких хотя обратная сторона сделана очень интересно это тоже о многом говорит как правило и вот великолепные красивые красивенные зеленые кристаллы центральный кристаллик я думаю что это стеклышко и все 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 на месте очень необычного цвета и необычной формы кристаллы на на вот этих вот листиках нет ну как бы лепестки что ли цветка этого я очень рада что они все на месте потому что найти такой похожий земель заменить это было бы очень сложно легонькая брошь милая симпатичная просто бесподобно блестящие смотрите как они блестят переливаются такое красивые огранки кристаллы попадаются редко и они в прекрасном 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 состоянии следующая брошь интересная интересная брошь тоже стоила 4 доллара она не маркирована тоже безусловно старенькая очень даже посмотрите даже по игре по застежке мы сейчас все рассмотрим я находила их на реселлах типа на и бэй там эти других площадках иголочка кривая старенькая тоже застежка плечики вот такая вот застежка здесь конечно о есть маркировка да или на о да вестерн джермании видите я даже только сейчас заметила отлично западная германия уэстерн джермании видите она немножко здесь такая уже пожилая находила я в интернете их и частью найду брошь я вам конечно поставлю картинку она называется фрагонар камео камео брошь значит так они называют продают ее за 40 долларов в одном месте я видела в другом за 30 значит написано что это викторианская брошь фрагонар они называют потому что видимо по картине видимо иллюстрация взята с картин известного художника поэтому они так называют она очень легкая металл совсем такой тонкий тонкий и если честно я затрудняюсь вам сказать из чего она сделана но конечно интересная брошь и я не знаю чего сделана вот эта вот вставка центральный кабошон похоже на пластик такой знаете совсем легкий легкий тонкий видись тип такой знаете переводная картинка но брошь конечно старенькая по всему видно интересная необычная вещь и как оказалось маркированная как всегда я маркировку то и не заметила вот такая вот интересная брошь к так давайте посмотрим на эту цепочку цепочки никогда не бывают лишние в нашем деле потому что мне нахать нахожу иногда кулон и вот кстати сегодня у меня есть кулон может быть их и совмещу сейчас значит так 6 долларов она стоила видимо потому что она маркированная и они решили уж с нее по полной нас ободрать денежек смотрите какой интересный замочек здесь на замочке есть маркировка патент да и маркировка моне шилдик такой и вот здесь вот патент а то есть запатентованный замок видимо имеется ввиду вот такой вот замочек запатентованный фирмой моне необычный интересный замок и очень прекрасно сохранившийся и шикарно сохранившаяся цепочка красивого такого плетения очень было модно по моему наверное восьмидесятых девяностых у меня была такая золотая мне подарили ее родители по моему на окончании школы или института я не помню по моему даже школы или просто так на какой-то юбилей типа два двадцатилетия лишь такое я ее потеряла к сожалению или мне и кто-то украл или потеряла я не знаю но вот была была дома потом пропал очень похоже на эту только моя была золотая но вот точно такого плетения очень красивого плетения цепочка прекрасном состоянии я с удовольствием и и буду носить сейчас я вам покажу кулон который я надеюсь можно может быть носить с этой цепочкой хотя не совсем цвет похож на цепочка такая блестящая переливается хотя а кулон видите у него золотая часть брошированная но мы померим неважно так давайте поставим цепочку будем рассматривать кулон я была счастлива его найти потому что он бесподобно красивый стоил он 5 долларов всего-то ничего это маркированный кулон маркировка сара сара ковентри и написано внизу канада то есть не первый раз я нахожу украшение от 40 внутри с надписью канада я так понимаю что их либо для канада делали либо делали в канаде производили в канаде а где-то я его нашла подождите-ка секундочку сейчас я вам скажу я находила его или мне кажется да находила его с другой цепочкой его продавали довольно дорого долларов за 50 сколько он субсит 7 долларов 56 97 правда он был с цепью на цепочке тоже была был шилдик сара ковентри канада цепь такая не немножко такая тоже матовая не блестящий нет не совсем такая как кулон но кулон очень красивый вот это вот красивый центральный стеклянный кабошон бесподобного тоже такого винного цвета нет не винного что я говорю коньячного господи все 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 ликеры все ликеры у меня перепутались голове все спиртное не винного коньячного или медового как хотите красивое обрамление в общем хорош хорош кулон очень-очень красивый очень красивый я считаю что очень хорошая находка единственный браслет сегодняшнем нашем показе я вам тоже вы показывала тоже я его нашла уже потом тогда когда я уже пошла вешать назад свои украшения я вам предыдущем видео рассказывала что я собираю собираю в тележку украшения потом несу их забиваясь какой-то угол рассматриваю пересматриваю рассматриваю если маркировки если повреждения все что я решаю не брать я потом иду назад на стенд и возвращаю и в это время еще тоже что-то умудряюсь находить то что я пропустила в первом так сказать первом заходе стоил он 3 доллара совсем недорого и это микро вышивки украшения микро вышивки которые у меня есть по моему серьги у меня есть такой маленькая брошь пины есть брошь такая вот я очень люблю эти украшения они безусловно винтажные и вот это очень интересного цвета они у них обычно довольно светлый фон на самом вот это медальоне и вышивка здесь ведь она какой-то такого коричневато серовато бежеватого тона и за счет этого а может быть это просто потемнело она но не очень равномерно потемнело вряд ли и за счет этого не очень хорошо видна сама вышивка вот я считаю что это напрасно они сделали но что поделать уж как есть так есть ведь она собрана на пин маркировок нет у него никаких как правило в этих микро вышивки нету маркировок он невелик этот браслет он небольшой ведь я его спокойно могу не расстегивая надеть себе на руку и снять тоже соответственно потерять могу знаете я не наш не очень ношу эти вещи у меня есть вот несколько вещей вот этой серии микро вышивка я просто их покупаю потому что это старинные вещи это коллекция как есть коллекционер то я очень люблю коллекционировать редкие винтажные украшения даже те которые я возможно никогда не надену но они представляют собой определенную коллекционную ценность хотя я видела в продаже эти украшения их не продают очень дорого но для меня я считаю что это ювелирная работа филигранная просто необыкновенная вот вещь и я с удовольствием всегда их покупаю так далее у нас еще одна цепочка только на этот раз серебряная тоже с маркировкой по моему тоже с 40 внутри да нет что-то я перепутала туда давайте посмотрим да тоже 40 внутри канада вот на цепочке которые находила онлайн вот с этим кулоном был точно такой же шилдик ромбовидной формы с надписью 40 внутри канада стоила эта цепочка 4 доллара может быть и у меня найдется для нее какой-то кулон а может быть и не найдется может это просто цепочка без не предполагалось что она будет с кулоном хотя можно конечно найти кулон и надеть на нее замочек удлинительная цепочка и посмотрите как интересно сделаны звенья то есть звенья сами по себе в общем это даже не совсем цепочка как немножко где-то что-то бусы цепочка в общем я даже думаю что и без кулона она будет выглядеть очень красиво хотя если я найду какой-то серебряного в тона кулона царя который у меня без цепочки я наверное может быть их совмещу во всяком случае она выглядит очень красиво красивая такой форма звенья в общем хорошая находка приятно очень симпатичный замечательная замечательная вещь так следующий кулон который я тоже нашла случайно тоже уже уходя он был без маркировки но я нашла его в онлайне и маркирован он был точно такой это компания де орлан дорогая канадская компания шилдик здесь был который видимо потерялся значит стоил он 5 долларов он абсолютно узнаваем то что я нашла абсолютно точно такой же когда вы знаете я его крутила вертела в руках я сразу поняла что это что-то вот вот я не знаю он немножечко здесь не то заржавел не то в общем какой-то клей надо его помыть честно говоря издали этого особенно не видно тоже очень интересное плетение цепи смотрите какая она интересная цепочка интересный вот этот шарик он очень тяжелый сама цепь такая тяжелая сразу видно что это что-то что-то хорошее непростое даже то что маркировка отсутствует и вот этот замочек он характерный для компании де орлан поэтому я его цапнула потому что я знала что вот обычно такие замки на самом замке нет маркировки но у них вот был шилдик обычно висит я вам покажу фотографию который видимо был потерян жалко это жалко потому что маркированные всегда ценится дороже но я увидела что это непростая вещь вот поэтому замочку по качеству изделия по тяжести вы знаете такой и он прикольный классный такой шарик пупырчатый очень симпатичный мне очень понравился и я тоже принесла кстати подходит вот к этой к этой цепочке сарка внутри их можно даже как-то вместе носить так надо мне все здесь подвинуть это у меня уже нету места осмотреть нам еще есть на что так следующее украшение тоже наверное вы видели как я его нашла это маркировки на нем нету но вот вот этот концевик характерно для бренда кора а так то вот маркировочек никаких и не замечается на нем и на крючке тоже маркировки нет так стоил он 4 доллара видимо только оценивал не знал что это кора потому что я в другом магазине нашла очень похожую тоже колье кора за 13 долларов тоже без маркировки но с этим концевиком то есть видимо тот кто оценивал то в том магазине знал это а тот кто оценивал в этом магазине не знал посмотрите то же как оно красиво сделано какие красивые кристаллы тоже коньячного цвета невинного all невинного коньячным красивые цветочки и все кристаллики на месте причем они двух цветов медовый коньячный медовый коньячный и шилдек вот этот говорящий о бренде красивое украшение прекрасном состоянии и приятный сюрприз я вам покажу это в следующем видео но быстренько быстренько сейчас покажу что в одном из моих следующих заходов в этот магазин я нашла к нему клипсы в том же самом магазине в котором я купила я пошла через неделю или через две и о чудо на витрине лежали клипсы вот такие вот я думаю что это комплект стопроцентный но подробненько я вам покажу их в следующем видео когда я буду показывать вещи которые я нашла в тот за в другой заход в этот магазин стоили они 8 долларов тоже без маркировки то есть клипсы кто-то понял что это видимо что-то ценное оценили 8 долларов колье оценили в 4 потому что не поняли так сказать его ценности это еще раз я повторюсь что очень часто в этих магазинах нужно приходить несколько раз потому что для того чтобы купить комплект вещи которые они оценивают отбирают раз как бы развешивают они очень часто из одного и того же мешка например вещи в течение недели вы выносят то есть они им кто-то сдал они взяли этот мешок стали ставить цены на него конечно сначала вытащили вот этот вот колье поставили цену повесили через несколько дней нашли в этом же мешке вот эти клипсы повесили через несколько дней выложили тут тот кто ставил цену более разбирался поставил цену подороже подложили под стекло она не была на стене она была стекла но вот это называется что называется как как повезет и в этих магазинах всегда существует возможность найти что-то ценное без того чтобы вот в разные заходы так скажем так следующее изделие тоже вы наверное видели как я его находила она тоже была оценена в 4 доллара я вообще хочу сказать что в этот мой заход я нашла очень много очень недорогих но ценных более-менее винтажных ценных вещей как я сказала что видимо в этот день злая бабушка была в отпуске отдыхала потому что она занимается вот эту женщину помните мне была история в магазине я вам рассказывала снимала детективная целая история как она ходила ходила с этим стендом с украшениями потом увезла его на склад назад и я все бегала за ней ждала что она их начнет развешивать она как раз занимается я уже я как бы знаю и она как раз занимается тем что она оценивает эти украшения выкладывает их на витрину и видимо когда ее нету в магазине то тот кто ее заменяет он особо видимо меньше разбирать потому что бабушка насколько я поняла дорогие хорошие ценные винтажные украшения не пропускает и оценяет их дороже а в этот раз как бы все было оценено дешевле и так прекрасное колье из молочного стекла и белых кристаллов абсолютно винтажная но не маркированная я не нашла ничего подобного в интернете я решила что здесь потеряны два кристалликов застежки видимо какие-то были кристаллы хотя мне написали что возможно так и было задумано потому что иногда вот бывает винтажные украшения попадаются вот именно вот с таким вот застежкой вот в которой таких 2 выемки но ничего в них не не должно быть то есть она вот так вот может быть и было задумано или три даже не 22 таких углубления что возможно что так и должно так и задумано было а не что-то было потеряно прекрасное украшение очень красиво стеклышки я обожаю молочное стекло уж не знаю почему но так вот так вот она мне полюбилась такой интересной странной формы обратная сторона видите вот такая вот пайка это никаких маркировок но это не делает его намного менее ценным потому что она действительно молочное стекло очень довольно хорошо ценится так следующее украшение которое я нашла и очень сомневалась брать не брать стоило ну 6 долларов розочка такая как бы там мне понравился вот этот листик потому что он видите на пружинке двигается и была маркировка которую я сначала не поняла но придя домой про гуглов а я вам потом кстати вставляла скриншот из того что я нашла вот этой маркировки что это такое и что это почему сейчас еще раз это найду вот так вот она сделана с обратной стороны прям такая полая роза застежечка длинная игла и здесь я решила что-то 2002 года но это не 2002 это какие-то совсем другие цифры скорее всего это 3008 вот так глядя не очень зорким глазом я решила что это 2002 год сослепу и подумала ой она не очень-то и винтажная но оказалось во первых я год не знаю потому что это это все-таки цифра которая написана 3008 и вот я нашла вот эту маркировку я не могла ее определить видите здесь есть буква л и и си и на и помпу вот по вот этой вот маркировки я нашла похожие изделия не совсем такое я нашла тоже брошь и было написано что это л и си бушер то есть стол на выпуск за нее просили 85 долларов брошь другая но в принципе такого же типа такого же плана нескольких местах в другом месте я нашла из за 125 долларов то есть прямо очень недешево марсель буши ли кутюрье эр и си эл и си брать колтон был брошь в общем винтажная она короче говоря вот написано в в угле что вот эта маркировка марсель буши и стоят они довольно прилично брошь красивая брошь интересная сделана великолепно плюс вот это вот необычный вот этот вот листик который вот так вот прыгает очень приятно очень симпатично я очень довольна что я купила потому что сначала я думала ее не брать потому что во первых я сослепо увидела что это 2002 год и подумала тю она не очень-то винтажная и вообще какая-то непонятная маркировка и вообще эти розочки уже везде и всюду надоели но вот вы все-таки мне вот вот это вот понравилось вот этот понравился мне вот этот листик такой интересный и я не ошиблась эти как бывает ну и наконец гвоздь нашей программы вы видели мои сомнения и метания тогда когда я эту брошь разглядывала 4 доллара оценили и опять же видимо повторюсь бабушка злая была в отпуске и оценщик факир был пьян и фокус не удался оценщик видимо не смотрел что он делает так давайте смотреть значит я вам уже тоже приставка ставила фотографию ставила значит крупным планом вот это вот маркировку christian dior безусловно брошь сделана очень качественно в ней потеряны два кристалла видите я не сразу это заметила в магазине не заметила заметила при монтаже когда монтировала увеличила сильный экран и увидела что потеряны два кристалла но это не страшно если это настоящая christian dior брошь находила ее в на ресейлах там за 300 евро еще что-то в общем такие приличные деньги я думаю что и можно будет починить может быть даже самом dior и хотя может быть я вот не уверена как у них это работает может быть перут они в починку вещи которые куплены у них и вот если с их реситом принесешь тогда они вам будут их чинить а если вы где-то купили на ресейле возможно что они ничего и не чинят хотя за деньги может быть и чинят я не знаю стоит ли нести им в починку или самой тут что-то на наделать не знаю в общем самой бы не хотелось потому что боюсь что испорчу если в том случае если эта брошь конечно оригинал что меня заставляет думать что это оригинал подделки обычно делают на какие-то изделия легко узнаваемые то есть на которых маркировка такая большими буквами гуччи написано или или шанель то есть там где явно узнаваемые значки и вещи такие знаковые ну то есть там какие-то вещи которые все знают что это дорогая вещь брендовая дорогая вещь если вы ее наденете то все сразу скажут что вы дорого богата и поэтому вот люди покупают такие подделки а вот эта брошь я не знаю насколько она известна в широких в узких кругах любителей любителей если они этим занимаются аутентификации не всегда кстати не все магазины и не во всех странах занимаются аутентификации изделий потому что это не просто продавец не всегда может сказать это надо отправлять на какую-то какой-то какому-то эксперту это может стоить денег кстати есть у нас магазин который продает винтажный люкс и не только там я покупала несколько сумок гуччи купила вот сумку правда недавно купила еще не носила и у них есть какая-то компания которая занимается аутентификации это все что они продают они проходят через какую-то компанию которая занимается аутентификацией вот люксом и дают сертификат своего так у них имя они известная компания дают сертификат от своей компании что эта вещь аутентичная люксовая может быть обратиться к ним но опять же это наверное будет стоить денег я не знаю ну посмотрим вот такой вот диор не диор диор не диор непонятно что но нашла я и очень этому рада по-любому все дорогие друзья вот такое у нас сегодня было видео двухсерийное видео моих находок в любимом мной магазине секунда надеюсь что вам понравилось было интересно очень много красивых интересных вещей а на сегодня все с вами была дита из канады всех люблю целую всем пока бай бай